Спасибо, что вы сегодня пришли в этот солнечный день поддерживать людей Беларуси. Я лечу, что в этой нашей акции мы поддерживаем не только людей, которые уже сейчас находятся за кратами, но и тех людей, которые находятся в Беларуси. И все-таки над Беларуси стоит по большей части молчание. И тут, конечно, это все делать простей. Но отцуль может так само некий приклад долетить до Беларуси, некое натхнение для людей, которые находятся там, которые им нужна поддержка. У турмей она нужна, правда, на шмат больше. Тому дякую вам великое. Живе Беларусь! 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 Над Беларусю на протягу 17 с половой годов отбываются, проходят репрессии. Усе беларусское у Беларуси прытескается, на кольки гэта махчыма. И то, что зараз у Беларуси есть только политвязня, я лечу, что это все-таки, можно сказать, только вершиня, пирамиды всей трагедии этих беларуских лесов, всей нашей краины. Потому что, саправды, миллионы беларусов каждый день находятся под натиском режиму, порушаются правы миллионов людей. Вы сами все были студентами, працывали в Беларуси. Саправды, я думаю, каждый из нас отчувал гэта на протягу амальшто кожного дня, калі попросту немагчыма оборонять эти правы, які прописаны в беларуских законах, в беларуских кодексах, в конвенциях, які Беларусь приняла. Потому что в Беларуси усе галіны влады, можно сказать, связаны в одну. И суд подпорядковывается в выконавчай владе. Те люди, які приймають законы, так само призначаются людьми з выконавчай влады. Тому некий вплив оказать на владу, саправды, вельми тяжко. И я бы еще хотел сказать про такую, больше не огульную, а конкретную людскую поддержку. Мы кожны сами своим прикладом можем допомогти людям, які потребуют гэтой допомоги. Гэта патрымка была такая не огульная, а конкретная. Гэта можна зарабить саправды вельми просто. Иснує у Беларуси сайт Паштовка, а туль, заповнивши по просту форму, можна отправить слова подтримки тим вязням, які я знаю, зараз знаходяться за кратами. И саправды, вот пословах людей, які там были, вышли на свободу, яны кажуть, что лепши подтримки, знаходящися там у турме, и саправды, знаходящися там ни за что, только за свои политичные погляды, лепши подтримки не існує. Яны тады саправды отчуваюч, что тое, чым яны займаліся, и тое, чому яны там знаходяться, гэта было недаремно. Тому я вас усіх запрашаю, так само можете вельми легка знайсти в интернете адресы, тых мест, где знаходяться усе политвязни, и ци просто празгэты сайт накеровать свои слова подтримки. А яше про ось таку ідзейнась, я ось сьогодні проезжаў мима літеральна два блоки адсюль, і ўбачыў дом вельми вялізны, Уганда хаус. І я так падумав, а чаму вось Уганда хаус? Ёсць у Манхэттене будынок там 15 паверхов напэвна, а Беларусь хаус няма. Вы не думали про гэта, Николі? Тут просто... Мне здаецца, што, па перше, трэба самім сабе зразумець нам усім, на колькі складаны в Беларусі сітуація, што тіе людзі знаходзіцца ў турме не просто так. І потым нашмат прастей нам усім будзе распавядаць американцам пра тое, што, што такое Беларусь і што, саправды, трэба звернуць ўагу на нашу краіну. Тому я вас просто заклікаю, звертайць ўбольше ўаги до Беларусі, до тых людей, які там знаходзіцца, ў кожного з нас там ёсць сябры, наші семіі там знаходзіцца, тому разумеецца і распавядаець американцам пра тое, што усе ж таки в Беларусі отбуваецца, што гэта класна краіна, былоб класна там жыць і што мы там, я думаю, што мы будзім жыць, калі мы зададзімся такой мэты і гэта краіна будзе свабодна і там будзе можна і зарабляць нормальныя гроші і расті цемі, і адкуль выезжаць не будзе хатецца, што зараз амаль, што сорок праценту наповна молодзі, яка вучацца ў вычайшых навучальних установах хочыць зарабіць гэта. І гэта, в принципі, для беларускай влады амаль, што лєпше, што можа быт, тому што, в принципі, ўсё накеравано на тое, каб актывныя людзі пакідалі краіну, каб яны з'їжджалі, каб не було ніяких працэсных настрою, і тое, што зараз ў Беларусі пагаршаюцца еканомічна сітуація, тое, што кожны дзень з прапріемцтв звальняюцца найбольш такія высока кваліфікованныя кадры, з'їжджаючы на заробкі ў Амерыку, Європу, Маскву, Киў, ваўсе баки, але не падпрымаецца ніяких мер, паму што, што галовна, галовна утрымаць владу, а тое, хто там застынецца ў Беларусі, гэта ўжо не так істотна для влады. Тому я заклікаю вас усіх, вось да такой, хаця б минимална дзейності, якая кожны, кожны дзень можна сустрэць чалавека, які нічога не веде пра Беларусь, але распавёлшы яму пра сітуацію в Беларусі, можна ўнести свой, вось, ўнёсак, у тое, каб ў адзін дзень наша Беларусь стала вольной. І каб ў адзін дзень, вось тут, дзенебыць у Манхэттені, так само з'явіўся, ну, для початку, хаця б там, двухповерховы, Беларусь хаос. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дзякуй вам великий, што вы пришли сёдня. Удзельничайте, калі ласка, у наших акціях. Я так само прошу підтримливать ті культурны.